Друзья мои, всем привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Если вдруг вы здесь впервые, то я представлюсь. Меня зовут Альона, мне очень приятно с вами познакомиться. И обязательно подписывайтесь на мой канал, кнопочка внизу, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Все ссылки на мои социальные сети будут в инфобоксе. Все мои параметры, указания размеров тех вещей, которые я покажу, полезные ссылки на вещи и промокоды, которые помогут вам денежку сэкономить, если таковые будут. У нас сегодня отдельное видео о покупках. Я давно такое не делала, потому что я покупала что-то там, сям, частями и показывала вам во влогах. Но теперь покупок накопилось так много, и все они актуальны именно сейчас. Многие из них сделаны со скидкой, поэтому я решила снять для вас отдельное цельное видео. Так что, если эта тема вам интересна, то присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Здесь будет и российский масс-маркет, и российские дизайнеры, и в общем много всего будет, и даже что-то из middle вам покажу. Давайте начнем с того, что я заказала на La Moda. И начнем мы с вами с бренда, о котором я забыла миллион лет назад уже, и я ничего у них не покупала. Это бренд Love Republic. И это мое новое платье, немного в стиле Versace, здесь такой акцентный момент, такая акцентная пряжка, которая добавляет, за счет нее держится здесь еще один слой на этом платье, и образуется такой а-ля запах на платье. Я заказала его, внимание, в сорок четвертом размере, при том, что у меня сороковой. Заказала я в сорок четвертом просто потому, что во всех остальных размерах оно было распродано. Платье очень популярное, и оно распродано было именно в молочном цвете, а не в черном. А заказать я его хотела именно на La Moda, потому что мне нужно было примерить его. Но, знаете, тоже заказывала, понимая, что я очень хочу это платье, и что если оно мне не подойдет, я, конечно, расстроюсь. Но, при всем том, что я ношу обычно в Love Republic сороковой, и тот мне иногда велик, на мне платье село. Там есть буквально несколько сантиметров лишних, я его еще подкорректирую. У него приятная ткань, которую на самом деле Love Republic очень часто использует в своих изделиях. Я не скажу, что я огромный фанат этого бренда, честно. Мне многие фасоны, многие моменты, связанные с качеством, там не всегда нравились. Но после того, как они начали обновляться, буквально год или полтора года назад, у них действительно стали появляться актуальные классные вещи. Я не ожидала, что мне так понравится это платье. И оно, конечно, выглядит гораздо дороже, чем многие позиции, которые вы можете найти в бренде Love Republic. Честно скажу. И когда я его увидела, я сначала листала-листала, я смотрю, что это Love Republic, серьезно. Но сразу скажу, что для этого бренда позиция достаточно дорогая. То есть тоже такой двоякий момент. У них обычно бюджетнее платье. Но, учитывая, что это металл, это не какой-то дешевый пластик, учитывая ткань, учитывая то, как оно садится, учитывая его актуальность, оно, конечно, да, стоит того. Классное. Могу советовать, если найдете в магазинах, например, или на официальном сайте, или, опять же, на La Moda они появятся. С примеркой вам привозят домой, то смело берите. La Moda номер 2. Платье зеленое от бренда Tumut. И я его уже надевала. Платье с поясом. И на вешалке оно выглядит, ну вот честно, вообще никак. То есть, ну вот, какое-то оно абсолютно обыкновенное, какая-то тряпочка, и ничего в нем интересного нет. Но когда вы его надеваете, оно так классно садится, оно так комфортно носится, оно так стильно смотрится. В этом есть и как будто бы какой-то такой и бог шик за счет того, что здесь и вот эти вот такие немножечко небрежно рваные вставки из шитья. И за счет того, что здесь вот этот цветочный принт, оно как будто бы немножечко такое деревенско-летнее. Но оно настолько много всего в себя вобрало, что оно, мне кажется, может в любой эстетике очень прекрасно смотреться. Его можно надеть, например, с казаками с бахромой, это будет уже в бохо. Это можно надеть с каблуками, это будет уже что-то такое более романтичное, более женственное, будет интереснее смотреться. И опять же, да, заказывала на Ламода для того, чтобы померить. Спокойно дома, я люблю домашнюю примерку. И там очень много российских брендов сейчас стало. Там есть и Twelve Stories, и Too Mood, и IM Studio. Кстати говоря, там очень много есть вещей IM Studio, которые уже не представлены на официальном сайте, а на Ламода они еще остались. И куча других вещей вы тоже найдете. You wanna, и в общем много-много-много всего. Так что, да, как вам это платье, тоже напишите мне. Оно настолько меня покорило. Я изначально смотрела на голубое, но когда я делала заказ, я заказывала в купе себе и заказывала Гошке. Сниму, кстати, для вас отдельную распаковку детских покупок уже в новом влоге. И да, мне хотелось прям вот в моменте все заказать, и поэтому я заказала зеленое. Хотя на голубое тоже смотрю, не знаю, появилось ли оно или нет. Прям да, я довольна. Хотя я давно, на самом деле, не покупала себе мини-платье. Но вот мне захотелось. И еще немного покупок с Ламоды. Не знаю, как вам это платье показать. В общем, в примерке все поймете. Это платье от бренда Mango. И опять же, на Ламода они представлены, и там это все гораздо выгоднее. Потому что я захожу в магазин Mango, смотрю, какие там есть интересные позиции, что-то примеряю, и потом нахожу это на Ламода и заказываю уже по своему промокоду со скидкой. Плюс там бывают дополнительные скидки всяческие. Поэтому там гораздо выгоднее все это выходит. Это платье трикотажное. Оно очень процвечивающее, потому что здесь вязка не суперплотная. То есть здесь вы должны понимать, готовы ли вы его носить с бесшовным бельем, бесшовной трусики и бра или бесшовное боди. Например, как вариант телесного оттенка. Смотрится оно просто восхитительно. Оно очень женственное. Оно в длине макси. И когда я его заказывала, я честно скажу, я думала, что это будет такая история, знаете, такой облегченный тоненький-тоненький трикотаж. Но нет, оно тяжеленькое. Оно такое увесистое. И оно таким образом связано, сшито, не знаю даже как обозвать, что оно не сильно-то и тянется на самом деле. Поэтому важно брать свой размер, а не на размер меньше. И оно, конечно, безумно стильное. Оно актуальное в этом сезоне. Здесь сзади есть такая вот пуговичка. И я понимаю, что оно не для всех, потому что такую открытость любят не все. Но я искренне планирую носить это в городе. И носить это просто с бесшовным бельем. Я к этому готова. И я понимаю, что сейчас эта история очень актуальна. Возможно, да, так за детским... Возможно, да, я так не пойду за ребенком в детский сад. Но просто на какую-то прогулку я с удовольствием так выйду. И да, оно меня просто покорило. Манго, конечно, молодцы. Я манго сейчас даже как-то больше полюбила, чем когда оно было у нас в суперлегком доступе. Когда мы могли у них с сайта заказывать. Но я все равно, кстати, заказывала с La Moda, потому что там выгоднее выходило. Давайте немножечко по аксессуарам. Я думаю, все уже бренд узнали. Для меня это самая такая, знаете, неожиданная покупка, неожиданный заказ. Тоже, кстати, заказывала на La Moda. И я давно хотела себе подобный тоут. Я засматривалась на La Evo, засматривалась на Dior. Именно тканевый, чтобы он был. Мне нравится, как это сочетается, например, с трикотажными платьями, с простыми какими-то летними образами. И плюс это удобный формат, когда тебе нужно много всего с собой закинуть. Это тоут от бренда Furla. Он, не сказать, что очень-очень дорогой был. Он, ну, такого, скажем так, среднего ценового сегмента, плюс скидочка. Это все очень приятно. Но, на мой взгляд, выглядит это дороже, чем оно стоит. Поскольку, когда я держала люксовые подобные сумки в руках, я, честно, вот сейчас не особо вижу разницу. То есть, вот, ну, не сильно-то они отличаются. Очень удачный вариант, если вы ищете подобную сумку. Здесь есть ножки, то есть, у вас дно не будет зашоркиваться, зашаркиваться, когда вы будете эту сумку ставить. Есть ремешок дополнительный. Это тоже очень важно. Но, единственный момент, смиритесь, здесь нет никаких молний. Но я это понимала. Я такие сумки планирую носить только в теплую погоду. В дождь, конечно, я с тканевой сумкой не пойду. Поэтому, для меня, этот момент не критичный от слова совсем. Но, если для вас это критично, то, да. В любом случае, заказывайте, потрогайте, посмотрите, и потом уже принимайте решение. И здесь кожаные ручки. Очень приятные. Они не будут так трепаться, как если бы они были тканевыми. Мне она прям вот нравится. Искренне. Хотя я изначально хотела заказать большой вариант. Я только потом увидела, что я заказала эту, когда она мне пришла. Я сначала думаю, стой, наверное, надо отказаться и перезаказать. Потом я подумала, ну, Ален, давай серьезно. Ты закажешь себе вот этот огромный баул. И будет ощущение, что вот, ну, эта сумка, опять же, для тебя. Алена устала, Алену положили, Алену понесли. То есть, тебе она откровенно не по размеру. Я так с собой поговорила какое-то время, там, минут пять. И поняла, что, да, наверное, все-таки это судьба. Или ретроградная Венера, я не знаю. Но то, что теперь, это такая одна из любимых моих сумок, именно на летний сезон, это определенно точно. Я прям рада. И мне нравится вот этот вот принт их фирменный. Он такой спокойный, он такой нейтральный. Здесь такие талповые спокойные оттенки, что, да, это интересно выглядит. И Фурла сейчас начала делать, начали делать интересные модели. Там есть классные, интересные сумки. И долгое время там были такие, знаете, подустаревшие вот эти их Метрополис и другие-другие модели, которые, знаете, уже там до утлетов дошли, и вот они вот так и застыли где-то. И мое представление об этом бренде было вот такое какое-то. Хотя я сама раньше носила сумки от этого бренда. При этом они качественные. Но когда они начали выпускать такие интересные модели, у них интересные принтованные есть тоже модели, более яркие, с цветочным принтом, я начала засматриваться на эти сумки. Так что, да, обратите свое внимание. Мой промокод с Малякова на Ламода все еще действует. Поэтому пользуйтесь. Ссылочки я оставлю под видео и общую ссылку на свои фавориты с сайта Ламода, которую я всегда вам оставляю для того, чтобы не оставлять огромный такой рекомендационный лист из ссылок. Я все поместила в один виш-лист и вам оставляю. Девчонки сами просят, что я могу порекомендовать. Поэтому, да, ловите. Так, еще немного, и мы с вами заканчиваем. На мне майка от бренда Матью. Это майка Дженнифер. Заказала себе такую майку-алкоголичку классическую. У меня все были такие укороченные, кропнутые. Парочка была таких, и я их благополучно вынашиваю очень быстро. Поэтому заказала себе новенькую. Очень классная, такая, знаете, в меру плотная, но при этом и в меру адекватная, чтобы тебе не было жарко вот именно по плотности своей. И я надеваю ее без бра. Меня абсолютно устраивает, как она смотрится. Так что удачный вариант. Она у них есть в нескольких оттенках. Это не все, что я заказала в Матью. Я думаю, вы все помните мое голубое платье. Тоже легкое, с вырезом по ножке от бренда Матью. И у них появилось такое красное. А я засматривалась на него в прошлом году. И я подумала, почему бы нет. Тем более, что я голубое ношу очень много. Я думаю, что если вы следите за мной в запрещенной социальной сети, вы точно видели, сколько я его ношу. И сколько я в нем перед вами появляюсь. Вот заказала такое красное. Красивое, здорово смотрится. Оно легкое. Оно из такого неощутимого материала. Такое, ну прямо, знаете, на жару идеальный вариант. Очень красиво открывается в нем ножка. И очень такое оно вот девичье, лаконичное. И красный цвет я очень люблю. Я знаю, что он для меня максимально комплиментарен. И вы мне постоянно делаете комплименты, когда я перед вами появляюсь в чем-то красном. Поэтому да. Вот заказала себе такой вариант. И вообще в Матью потрясающее платье в цветочек. Кстати, благодаря тому голубому платью я и познакомилась с этим брендом. Это была моя самая-самая первая покупка. И последнее. Я женщина всегда про серый цвет. Вы знаете это. И заказала я в Матью их юбку Макси в сером цвете. С разрезом сзади. Мне придется, конечно, немножко ее подогнать на сантиметре или два. Потому что она мне немножечко большевата. И в целом формат очень классный. И для меня, на мой взгляд, для моего роста серый цвет даже более комплиментарный, нежели черный. Потому что черная мне была не так комфортно. Это трендовая классная вещь. Но при этом с моим ростом как будто бы она разрезала меня на две части. Вот такое было ощущение. То есть она комплиментарно смотрелась, только если я надеваю к ней черный верх. Но это чисто мои такие ощущения. Поэтому я заказала себе в сером цвете. Учитывая, что я купила себе баленсиагу серую. И теперь у меня все больше пополняется, пополняется, пополняется гардероб серыми оттенками. Ничего не могу с собой поделать. Серую я просто влюблена. Она, в принципе, такого же формата, как та черная, которую я вам показывала. Но как будто бы она вот поспокойнее как-то. Не так вот режет мои пропорции. И я думаю, что я носить ее буду гораздо больше. Классная. Добавляю сюда ремень YSL. И встаю на каблук. В целом я даже укорачивать ее не планирую. Хотя у меня по поводу черной были сначала такие мысли. Я думала, что я ее укорочу. Потом думаю, боже, да, это так красиво смотрится. Когда она прям вот практически совсем в пол. Да, пускай это не так практично. Но при этом, ну что ты, села в машину. Доехала, вышла и прям зашла, например, в какой-нибудь кафетерий. И это уже смотрится симпатично. При этом эта юбка мне будет служить не только как юбка. Чтобы я ее прям носила каждый день. Эта юбка еще и для образов. Для того, чтобы вам показывать различные варианты аутфитов в видео. В том числе, когда мы будем говорить о бассейном гардеробе. Осенью у нас Макси также в тренде. И в Матю на покупку от 10 тысяч также действует мой промокод. Поэтому тоже оставляю его в инфобоксе. Он действовал все это время. Но я забывала вам об этом сказать. О том, что они мне тоже предоставляют такой маленький бонус. Да, вот. Классная покупка. Рассказала вам. И очень сексуально здесь смотрится, конечно, этот вырез. И поскольку у нас осенью, опять же, да, как я сказала, Макси в тренде. Я думаю, что и осенью с какими-нибудь бассейнами на каблуке. Например, мои зара вот эти вот с огромным каблуком и огромной платформой. Я тоже буду с удовольствием ее носить. Все, мои дорогие. Все обсудили, все показала. У меня было все на сегодня. До встречи в новых роликах. Целую, обнимаю, жду ваших комментариев, пальчиков вверх. С вами была ваша я. И пока-пока.